Приветствую вас на моём YouTube-канале. Сегодня я нахожусь в нашем международном офисе в Клинминде, штат Теннесси. Это главный офис служения «Голос евангелизации», служение которой я начал в возрасте 18 лет. И на экране вы можете видеть огромные компьютеры. Компьютер — это величайшее изобретение нашего времени. Я помню, как говорили, что скоро появится такая вещь, как интернет, и мы сможем отправлять сообщения по телефону. И я думал, как это возможно — написать текст, отправить его куда-то в атмосферу, и он появится на телефоне другого человека. Потом начали говорить, что можно будет делать фото и видео на телефон и каким-то образом по воздуху отправлять их на телефон другому человеку. И хоть я был молод, я не понимал, как это возможно. Но вы сами знаете, как мы переходили от CD-дисков к DVD, затем к флешкам, к скачиваниям, мы перешли от телевидения к спутнику, затем к компьютерам, к ноутбукам, к айфонам. Раньше технологические показатели удваивались раз в несколько лет, затем каждые два года, затем каждые шесть месяцев. Сейчас же, каждые двенадцать дней происходит значительный рост показателей. Иногда эти показатели удваиваются. Это потрясающе. Мы живем в удивительное время. И что нас ждет в будущем — это искусственный интеллект. Что это такое? Это программирование робота на выполнение функций человека. Это робот, который способен думать быстрее человека. Робот, который может обрабатывать информацию быстрее человека. Думаю, вы слышали, что сейчас искусственный интеллект через специально запрограммированные компьютерные системы может даже писать статьи. И теперь, в некоторых случаях, участие журналистов вовсе не требуется. Он может сам себя редактировать, извлекать информацию из различных источников. Если в компьютере или интернете есть информация, он способен самостоятельно извлекать ее. В одной школе... Я прошу прощения за свой голос. На улице очень холодно. В одной школе был один ленивый ученик, который никогда не делал доклады. И вот однажды он сделал потрясающий доклад. Но позже выяснилось, что он запрограммировал свой компьютер, используя искусственный интеллект, и смог найти тысячи источников информации для своего доклада. И существует опасность, что люди смогут получать отличные оценки с помощью искусственного интеллекта. Да, он может использовать только ту информацию, которая уже есть где-то. И это может стать плагиатом, если вы пишете диссертацию. Но суть в том, что некоторые профессии могут стать ненужными. По старым данным, и я привел их в книге, 80%, а по новым данным, от 60 до 80% профессий будут заменены искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет. Просто задумайтесь. У меня есть один знакомый, я не скажу ни как его зовут, ни откуда он. Он является владельцем пяти ресторанов быстрого питания. И он сказал мне, «Знаешь, с людьми очень трудно работать. Они звонят в последний момент и говорят, что заболели. Они постоянно просят отгулы, поработают немного и увольняются. А мне приходится оплачивать страховки и нести другие расходы». И он попробовал сделать один из своих ресторанов максимально роботизированным. Конечно, нужен менеджер, который будет за всем следить, и человек, который будет стоять у окна выдачи заказов. Но что касается остального, он сказал, «Это потрясающе». Да, иногда роботам требуется ремонт или обслуживание, но они никогда не болеют. Они не просят отгулы. Они не ходят в отпуск, и им не нужно платить зарплату. И он принялся объяснять мне, почему сегодня, в некоторых случаях, роботы куда удобнее людей. Технология распознавания лица хороша, когда вы ищете преступника. Позвольте сказать, искусственный интеллект — это не абсолютное зло. На самом деле, он может быть полезным. Посмотрите на обложку. Здесь нарисовано золотое яблоко, которым соблазнилась Ева. Неизвестно, было ли это яблоко, скорее, это дань традиции. Вообще, это было дерево жизни, на котором росли 12 видов плодов. И Ева вкусила от дерева познания добра и зла. Там было два дерева. Дерево жизни, которое производит жизнь, и дерево познания добра и зла. Искусственный интеллект включает в себя и добро, и зло. В нем есть что-то очень хорошее, но есть и откровенно плохое. Фейковые видео. Имитация голоса. Не буду перечислять всего, это есть в книге. Я не знаю, сколько вам лет. Мне 64. Скоро будет 65. Я в служении уже более 47 лет. И за свою жизнь я видел очень много всего. Я видел изобретения, которые действительно помогали распространять Евангелие. Но в 13 главе книги Откровения написано об образе зверя. Из моей книги вы узнаете, идет ли там речь об искусственном интеллекте. А кто такой красный дракон в 12 главе книги Откровения? Может ли это быть прообразом Китая? А что такое Вавилон Великий? Может быть, это совсем не то, что вы думаете? Это город, образованный в пустыне. Все это есть в книге. Зайдите на сайт peristone.org прямо сейчас и закажите книгу. И если вы жертвуете от 25 долларов, в большинстве наших предложений мы берем на себя почтовые расходы. Не знаю, как будет с этим предложением, но за 25 долларов вы точно получаете книгу. И что важнее, вы помогаете нашему служению функционировать. Вы поддерживаете 7 основных направлений. Вы помогаете нам оказывать помощь малоимущим, направлять сотни тысяч долларов в различные организации и на миссионерские программы, помогая людям по всему миру. И хочу напомнить, я не получаю никаких денежных вознаграждений за эту книгу. Служение голос евангелизации получает финансирование и распределяет финансы по 7 направлениям. Хочу сказать, что это самая выдающаяся пророческая книга из всех, что я написал. И у вас есть возможность прочитать ее. Надеюсь, вы найдете на это время. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите YouTube-канал Перри Стоун. Смотрите нас также на фестивале Манны. Зайдите на сайт служения Перри Стоуна, найдите там ссылку на мою страничку в Фейсбуке и следите за обновлениями. Есть так много способов, как достигать людей, и я буду делать это, пока не вернется Мессия или пока Он не позовет меня домой. Благословений. Хотите разбираться в стратегии сатаны? Менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание – это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей, но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегические приемы. В «Войне с дьяволом» вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова